До окончания выставки «Прозрачность» в Парижском музее Ивсен-Лорана осталось несколько недель. Я сходила. Выставка небольшая, на час, если, конечно, вы не будете детально разглядывать каждую кружевную вставку. На выставке представлены модели с 60-х годов, когда Ивсен-Лоран начал работать с прозрачными тканями. Вот, например, эта черная блуза со страусинами перьями из коллекции «Весна-лето» 1969 года. Зайдя на территорию прозрачности, Ивсен-Лоран ее надолго никогда не покидал. Для той эпохи прозрачность – это не только про эстетику, это еще и заявление о свободе женского выбора. Дескать, что хочу, то и ношу. Женщина в полупрозрачных или прозрачных нарядах от Ивсен-Лорана мне кажется невероятно чувственной, элегантной, смелой и непошлой. Модельер объяснил своими работами, что прозрачное не значит открытое. На выставке можно убедиться в том, что дизайнер использовал все разнообразие прозрачных тканей – тюль, органза, шифон, кружево. Кстати, про кружево. Кружево в дамских нарядах на картинах Гои в том числе вдохновило дизайнера. Вот несколько эскизов в этой витрине тому подтверждение. В основном прозрачность Ивсен-Лорана черная, но есть и исключения. Сочетание строгости черного с легкостью и юностью нежно-розового меня трогает особенно. Мой фаворит в этой гамме – платье 88-го года «Je suis belle», я красивая. Ценю и люблю в моде юмор, а он здесь есть. Ежели доберетесь до выставки, не пройдите мимо зала с экранами. Там рекомендую зависнуть. Во-первых, посмотрите на культовые платья, потому что масса дефиле транслирует на этих экранах. И небезынтересные интервью с моделями, которые носили эти прозрачные наряды, об их отношении к ним, об отношении публики. Ну и потом сотрудницы Ивсен-Лорана, которые все это создавали, тоже есть на этом видео и довольно любопытно рассказывают о работе с модельером. Закончу свой краткий обзор выставки вот этим свадебным, вполне целомудренным платьем 1981 года.